Здравствуйте! Много лет назад местный священник благословил меня на борьбу с пьянством мужа. Получилось. Он все-таки выбрал трезвый образ жизни. Даже иногда вместе со мной посещает храм. Даже исповедуется и причащается иногда, слава Богу. Но вот со мной происходит что-то нехорошее. Как говорится, его спасая, иду по краю. У меня как пелена с глаз упала. Кажется, что все плохие черты характера, недалекость ума и бездуховность, все это я увидела только сейчас в своем близком и любимом человеке. А вместе-то уже тридцать лет. Что со мной? Как поступать по-христиански в этой ситуации? Знаю, что нужно молиться и не обижать ближнего, то есть мужа. Стараюсь, но боюсь, что что-то не так скажу или поступлю. Что со мной не так? Господь всегда рядом со мной, но среди людей я уже чувствую себя, как в пустом лесу. и не страдаю от этого. Просто не вижу, куда дальше идти. Вот и хорошо. Все с вами так. Милость Божья. И если бы этого не произошло, то есть это искушение, которое стало, скажем так, ценой того, что вы вымолили своего мужа. И он избрал трезвый образ жизни, даже и в храм посещает, и иногда причащается, исповедуется. Это очень замечательно. Если бы какого-то искушения у вас не возникло после, то велика вероятность, и почти 100% так, что вы где-то в душе собой любовались бы. Это неосознанно происходит, хочешь не хочешь, а будет. И поэтому в компенсацию, чтобы вам не превознестись в своей душе, чтобы там глубоко в тайнике сердца не дымился ладан перед идолом вашей гордыни, для этого вам вот жало в плоть и дно. Ну, жало в плоть – это понятно, я в кавычках беру. То есть это такое искушение, которое говорит вам о вашей немощи. Что-то не так, что-то не то. Оно беспокоит вас, заставляет вас в себя осматриваться, быть очень-очень внимательной, где-то себя ругать, может быть. То есть это нормальное состояние, оно вам именно вот так вот. Его спасает иду по краю. Красиво. Так что, в общем-то, вы все правильно делаете. Не надо вам смущаться этим состоянием. Поблагодарите за Него Бога, примите Его и живите с этим. Боритесь с этим как-то, старайтесь не замечать чего-то, то есть себя как-то собирайте. Работайте над собой. Помогай, Господь. На самом деле, милость Божия над вами. Посетил вас Господь и милостью Своей, и искушением, скорбью посетил. Но на самом деле, оно не такое уж и страшное. Справитесь. Помогай, Господь. Помогай, Господь. Выясняй ? Продолжение следует...